Вот, например, решил однажды в карман, что для того, чтобы жить лучше, нужно держать себя шире. Ты не подумал о том, что для того, чтобы держать себя шире, нужно жить лучше. А эту штуку я подарил одной актрисе. Не знаю как, ну не знаю, но с какой. Жила-была на свете очень вкусная конфета под названием «На всех не хватит». И поскольку она прекрасно понимала, что обертка у нее всего одна, то и выбор у нее был бы невелик. Либо доставить удовольствие до кому-то одному, либо держать напряжение на всякое время. И это была бы, наверное, самая длинная из всех других историй, если бы не существовало на свете такого понятия, как срок реализации. Ну вот, больше всего на свете любили очки в упние книжки заглядывать. И в тонкие, и в толстые, и даже в те, которых мы иностранными буквами написали. Самый большой у нас плюс повторяния укладываясь вечером в футляр заключается в ближайшем рассмотрении. Футляр сказал, что он не перебивает, но с каждым разом все сильнее убеждался в том, что крючок, все-таки необходим еще и голова. И в результате у меня это перетекло в такие вот такие же, какие-то маленькие монологи, но это загадки. Такие загадки для взрослых. И первая из них была такая. Ясно одно. Лысый вариант меня не устраивает. Слишком сильно отсвечивает. А если кепка? Нет, это уже как пачкать. Это наоборот слишком старая. Шляпа? Это, блин, маленькая. Это уже не модная. Это вообще женская. Я как-то как джентльмена. Вот как-то ужасно, что упасть я могу всего только один раз в тупом кирпича. Я знаю. Сейчас ты меня целуешь. А через несколько лет будешь говорить, что я отравил эту жизнь. Что ты проклинаешь этот день, когда со мной слеза. Все это не новое. Потом у тебя будет другая. Потом третья, четвертая. Ну и пусть. Зато ты у меня единственная. А я у тебя первая. Все остальные ты выкурив уже после меня. Вы посмотрите, какую я нашел себе подругу жизни! Изо всех сил прилипнув, хвастался пан Милист. До тех пор, пока не в миру ходить страсть к превосходству, самые слабые и беззащитные всегда будут забиты и заправлены. Коллектив нашего учреждения не исключение. Поэтому лучший актинг протеста будет, если мы все вместе в хорах падением из стены этого заведения решили дуракам. Ну, милая моя, ты располнела. Да тебя тоже что-то за последнее время не зря это развезло. Да на самом деле просто на глазах раздували. Ой, говори. Все тело будто щельцом наливается. А мне уже дышать стало тяжелее. А у меня даже такое впечатление, что кожа вот-вот трясти. По-моему, надо что-то срочно предпринимать. Да-да, и чем скорее, тем лучше. И обе сосиски медленно поднялись со дна. Последнее веселье. Господи, ну на кого не посмотришь, все знакомые каким-нибудь благородным делом заняты. Кто диссертацией, кто литературой, кто рекламой. Мама, и одна я. Еще он знает, чем занимается. Вдыхала туалет, дай бог.